Всем моим подписчикам большой-большой привет! Решила я сегодня снять видео, называется она «Исповедь блогера» по одной простой причине. 15 августа исполнится, как я полгода кручусь на ютюбе, всего лишь полгода, срок достаточно небольшой, но вот я нашла подобное видео и подумала, что его было бы снять. Интересно просто-напросто, даже мне самой, как бы. Я думаю, что мои ответы со временем, если я буду снимать это видео, допустим, еще там год или два года, если я буду на ютюбе, дай бог, все это время, то мои ответы, может быть, и поменяются. Но на данном этапе вот я нашла вопросы для блогеров. Ну, я только начинающий блогер, поэтому давайте посмотрим, что у меня из этого всего получится. Первое вопрос. Сколько часов в неделю ты тратишь на съемку и монтаж видео? Вы знаете, очень много. Так как я сказала, что снимать видео и вот быть на ютюбе, это превратилось теперь в мое хобби, еще одно хобби к тому, что я имею, то, безусловно, на это я трачу достаточное количество времени. То есть практически всегда, везде и во всем у меня в сумочке, везде присутствует камера. И если я считаю, что, допустим, какой-то момент интересный, я его обязательно заснимаю. Например, я никогда не хожу в магазин без своего телефона, естественно, без камеры. Я знаю, что походы в магазины – это тоже такая достаточно однообразная тема. Но, как бы, я считаю, я так поняла, что некоторым девочкам просто интересно, что где как у нас, что продается. Поэтому иногда, может быть, не всем будет интересна подобная тема, но я иногда ее снимаю. Недавно совершенно я сняла обзор магазина той за раз. Тем, кто живет в Канаде, это будет неинтересно, но тем, кто, допустим, здесь не живет, и очень интересная эта тема, поступил ко мне запрос, кстати. Это уже давно ко мне поступил запрос от одной дамы, которая сказала, что дочь ее увлекается, по-моему, называется мультик, называется «Собачий патруль» или что-то в этом роде. Еще она сказала, что игрушки делают только в Канаде. И она сказала, что смогу ли я, допустим, найти, чтобы ее дочка могла посмотреть. То есть, естественно, когда недавно я пошла в той за раз, мне удалось найти эти игрушки, и я сняла обзор этого магазина. То есть, там идет полный обзор магазина. То есть, даже не полный обзор, потому что все физически на камеру снять просто невозможно. Поэтому я сняла только то, что я могла снять. Вот. Ну, естественно, я там где-то музыку наложу, все остальное, то, чтобы это было не настолько нудно и муторно. Но все, начиная от новорожденных детей, что есть для новорожденных деток, игрушки, там, одежда и все остальное, заканчивая, там, ну, всякими разными мелочами, там, допустим, теми же самыми игрушками, которые у нас продаются. То есть, я знаю, что многим это интересно, некоторым неинтересно. Так что все на любителя, каждое видео на любителя. Так что трачу я достаточно много времени на монтаж и на съемку. Это все занимает время. У меня, кстати, где-то было видео, где еще даже мы с мужем ездили в ресторан на мое день рождения. У меня день рождения был 25 июня. И я до сих пор, вот смотрите, уже начало августа, я его не выставила. Я думаю, что я уже с этим пролетела. Думаю, может быть, я его задним числом как-то выставлю. Честно говоря, просто вот смонтировать его у меня как-то руки не дошли, потому что следуют какие-то, допустим, другие запросы или еще что-то в этом роде. Поэтому я как бы отложила. И вот недавно я кликнула на свою папку с видео, которая есть, которую надо монтировать. И я увидела, что там есть мое день рождения. Как-то вот таким образом. Да, то есть что-то где-то выходит, что-то где-то не выходит. Это все занятость, время, которое на это все необходимо. И, безусловно, мне это все дело нравится. Я не говорю о том, что там вот у меня там я занята и все остальное. Если у вас YouTube превращается, конечно, в какую-то нагрузку, то этого делать, конечно, не стоит. Потому что в данном случае здесь находятся люди, YouTube для них должен, наверное, быть все-таки их непосредственным хобби. И им должно нравиться снимать видео как-то вот таким образом. То есть если вам это не нравится, в итоге это станет в тягость, и видео станут неинтересными. Хотя, в принципе, все в этом мире на любителя, правда? Дальше. Ты транжир или экономный человек? Вопрос очень заковыристый. Смотря где и смотря в чем. Где-то я сэкономлю, а где-то я могу потратить больше, чем мне нужно. И конкретно в какой ситуации я вот... Знаете, это все не так однозначно. Например, я очень сильно люблю путешествовать. Буду ли я экономить на своем путешествии? Нет. Но, например, я могу сэкономить, не покупая ничего себе здесь, допустим, сейчас на месте, ограничивая себя, может быть, в чем-то. Потому что мне, например, необходимо деньги накопить на путешествии, потому что я знаю, что в путешествии я могу оторваться, например, с шоппингом и со всем остальным. То есть это все как бы... В основном я все-таки считаю себя человеком, который крайне разумно тратит деньги. Я никогда в жизни не буду тратить деньги, если я знаю, что у меня их нет. Я очень аккуратно обращаюсь к кредитными картами и вообще в целом с деньгами. Поэтому, естественно, ответственность, ответственность, еще раз ответственность. Конечно же, я не живу по понятию того, что хочу, вы не положи. То есть есть варианты, где ты можешь что-то себе позволить, есть варианты, где ты не можешь себе что-то позволить. И все это, естественно, разумный подход ко всему этому. Дальше. Когда тебе проще всего снимать? Проще всего снимать, когда есть солнечный свет. Потому что когда солнечного света нет, это доставляет массу неудобств. В плане того, что нужна теперь специальная подсветка, нужны теперь специальные какой-то там камеры, я не знаю, что еще нужно. Просто это все создает большую-большую проблему. Вот, например, я знаю, что у нас скоро осень-зима. Естественно, не очень приятное время года. Я не очень люблю осень и зиму. Это, как мне самое любимое время на год, это весна и лето. Потому что это как бы жизнь, это радость жизни и всего остального. Но вот осень и зима, я их не очень люблю. Я, наверное, все-таки люблю... В осени, наверное, есть такой классный праздник Хэллоуин. Я даже уже сейчас планирую, в какой костюме буду одеваться и что я буду делать. Естественно, я вам покажу, какой макияж я буду наносить на себя. Но, например, зимой я очень сильно люблю Рождество. Я очень много пеку на Рождество. Естественно, эти, например, американо-канадские вот эти рецепты, печенье, которые я пеку и всего остального, естественно, я буду это все снимать для вас. Поэтому сейчас летом я как бы с рецептами не очень сильно занимаюсь, потому что мне как бы хочется больше времени снаружи провести, чем внутри дома. Но когда будет зима и снаружи будет холодно и противно, естественно, мои видео будут переместяться на территорию дома. И тогда у меня встает вопрос о подсветке. И, естественно, я, скорее всего, буду заказывать ее из Китая, потому что без подсветки. Я помню, я начала свой блог, не блог, ну да, начала свой канал в феврале месяце. У меня было это 15 февраля, то есть 15 августа будет ровно полгода, как я нахожусь на YouTube. И вот в феврале у нас еще было достаточно темно, и вот подсветка – это что-то с чем-то. Мои первые видео – это как, я не знаю, дети подземелья, прям, ей-богу. Но, в любом случае, я попробую это исправить в этом году и попробую заказать. И посмотрим, что из этого всего получится из Китая, специальные вещи. Почему из Китая? Потому что здесь на месте профессиональные вещи, они очень дорогие, очень дорогие. Поэтому Китай, наверное, будет меня спасать. Будем надеяться, что оно не будет все распадаться на запчасти при первом же открытии посылки. Дальше. Что помогает тебе расслабляться перед камерой? Да, первые мои видео были… То есть, по своей сути, ты разговариваешь, ты рассказываешь какие-то свои истории и все остальное. Да, безусловно, сначала вот когда ты начинаешь свой только YouTube, свой канал, ты начинаешь думать, боже, кому это нужно, кому это интересно, интересно ли это вообще, кому-то эти сомнения есть вообще у каждого, наверное, начинающего человека. Но со временем ты настолько привыкаешь, и ты начинаешь понимать, что в основном люди относятся позитивно ко всему. И что я очень сильно приветствую, я не люблю негатив, я не люблю негативные вещи, я считаю, что нужно всегда все-таки обращать свое внимание на позитив. И вот потому что ты начинаешь понимать, что все-таки в основном люди позитивны, это, конечно же, тебя encourage. Encourage – это как вдохновляет, и все остальное, тебе хочется снимать больше видео. Нет у меня таких вещей, которые заставляют меня, допустим, расслабиться перед камерой, ничего такого у меня нет. То есть ты к этому привыкаешь, это входит в твою привычку. Да и потом у меня работа связана с тем, что я всегда кручусь на людях, и как бы на меня, то есть я нахожусь все-таки на людях. И публичные разговоры или еще что-то в этом роде для меня не впервой, то есть как бы я к этому привыкла. Поэтому, наверное, для меня это не составляет труда. Хотя в первых видео это было каким-то образом, я строгал, я думаю, что да. А первые видео были несколько такими, как... Да, не знаю. Дальше. Какая у тебя самая дурная привычка в макияже, уходе или укладке волос? Я не думаю, что у меня есть дурные привычки в макияже. Я не знаю, можно ли назвать это дурной привычкой. Я люблю ярко красить глаза, но опять же таки, я ношу очки и подсветку, которую я буду покупать из Китая. Это будет еще одна вещь. Я умею, я могу сказать, что да, я умею удачно накрасить глаза под очки свои. И вообще, в целом, мне девчонки постоянно делают комплименты, если я куда-то выхожу, они говорят, у тебя красиво накрашены глаза. И меня спрашивали даже, как я крашу. Я думаю, что я ничего особенного не делаю. Крашу их конкретно под свой тип глаз. У меня зеленые глаза, и они у меня слегка худые. То есть, вот здесь называется худые, а у нас, наверное, будет называться... Вот у меня тяжелая века, да, есть. Поэтому я каким-то образом приспособилась. Плюс я ношу очки, и очки позволяют мне выделать своими глазами все, что я захочу. Ну и, естественно, у меня близорукость. То есть, мои очки, они уменьшают мои глаза, которые у меня есть на самом деле. Но мейкап у меня всегда получался достаточно удачно, я так думаю. Поэтому я не думаю, что есть у меня дурные привычки в отношении мейкапа, макияжа. Но вот что касается моих волос, наверное, скорее всего, я специально ношу длинные волосы. Хотя, в принципе, иногда мне хочется их состричь. Только по одной причине. Я могу забрать их хвости, как я делаю. То есть, сейчас они очень сильно заморачиваются с укладкой своей челки и всего остального. То есть, да, вот делать из себя такую мадам Нефертити, там прям с уложенными волосами, со всем остальным. Наверное, вот это будет не в моем стиле. То есть, я люблю, что попроще, скажем так, да. Чего не скажешь о макияже, да. Макияж я люблю. Но вот волосы, что попроще, скажем так, косичка, хвостик, что-то в этом роде. Наверное, вот это вот то, что упрощает всю ситуацию. Дальше. Мудрые изречения, по которому ты хотела, чтобы жил весь мир. Достаточно наивный вопрос, потому что мир живет так, как он живет, и он будет жить так, как он живет. Ничего в нем не изменится, независимо от того, какие бы изречения и мудрые мысли я не толкала. Я считаю, что в этом мире есть люди, которые направлены на разрушение, и есть люди, которые направлены на созидание. И это как добро со злом. Есть вот человек, который буквально все ненавидит, и его все раздражает, и все остальное. Он будет всегда это разрушать. Он будет пытаться разрушить не только свой мир у него в хаосе находится, но он будет пытаться других людей вовлечь в этот хаос. И такие люди есть. И я считаю, что те люди, которые все-таки имеют доброе сердце и имеют доброту, они должны все-таки знать, что они не должны быть добрыми ко всему миру и ко всему, каждому встречному, поперечному. Мне кажется, что все-таки добрым нужно быть тем, кто к тебе добр. То есть это все, что… Вот в Америке есть такая хорошая поговорка, и в Канаде. What comes around goes around. То есть что вы от себя отдаете по своей сути, что вы излучаете от себя, то к вам обратно и вернется. То есть я считаю, что каждый по своей сути должен жить именно по такому принципу. Вы поразитесь, насколько люди будут удивлены, если вы будете вести себя точно так же, как они ведут себя с вами. Да, так что вот такое вот дело. Я считаю, что… Да, и еще есть у меня два любимых выражения. Безумие первое – это мне его сказал, кстати, мой сын совсем недавно. Он мне сказал… Это была фраза, написана в какой-то книге, и он уже сейчас не может вспомнить. Он сказал, что фраза звучала так. Знаешь ли, что такое безумие? Безумие – это когда ты делаешь одни и те же вещи и получаешь один и тот же результат. И я считаю, что это очень-очень хорошо сказано. Это касается очень многих людей, я считаю, что как люди делают одни и те же самые вещи, и они удивляются, почему у них один и тот же результат получается. Нужно что-то менять в своей жизни, менять саму себя, если вам не нравится результат, который у вас выходит. И следующее выражение, которое мне очень нравится, что в этой жизни нужно с колен на один раз больше подняться, чем упасть. И вот это тоже очень хорошее выражение. Я считаю, что я очень часто использую эти выражения в своей жизни и их придерживаюсь. Дальше. Сколько времени ты тратишь каждый день на сборы? Ну, я не собираюсь специально для видео. Я, в принципе, как бы вот сейчас, сегодня я была занята своими домашними делами. И видео я снимаю чисто спонтанно, потому что вот я нашла этот влог. Нет, стоп, тег он называется. Вот видите, слышно, что новичок, еще путаюсь в терминологии. Я вот его нашла и решила его снять. Вот такая вот, вот такая. Я извиняюсь, я бегала целый божий день. Сегодня у меня были пищевые покупки, то есть продуктов Костка. Я купила потом, мы с Алексеем сходили на фильм Mission Impossible, миссия невыполнима вместе с Томом Крузом. Кстати, Алексею вроде фильм понравился. Я не осталась в таком захвате, потому что я привыкла, что фильм Миссия невыполнима, он содержит в себе массу трюков. Там были неплохие трюки, но в основном фильм был слишком серьезный, как для Миссии невозможно, невыполнима. Ну, в общем, как бы фильм посмотреть можно, но не знаю. Я не осталась в таком большом захвате, хотя мне очень нравятся серии фильма Миссия невыполнима. Из-за трюков, которые там находятся, потому что действительно ты смотришь на это и говоришь, это невозможно. Дальше. Ну, вот я просто бегала-бегала, сейчас решила снять видео. То есть ничего такого, чтобы я там вот красилась, там укладывалась, там одевалась, этого нет. Вот как вот пришла, села, так и снимаю. Дальше. Твое любимое видео на YouTube? У меня нет любимого видео на YouTube. Мне нравятся различные видео, совершенно различные темы. У меня есть американские любимые мои каналы, есть российские, на русском языке говорящие мои блогеры. Мне нравится Ольга Брукман, мне нравится Галина Смит, крайне мудрая женщина. Мне нравятся BuzzFeed видео, у них очень смешные видео бывают. В общем, у меня есть свои каналы, которые я смотрю как на английском языке, так и на русском языке. А чтобы у меня было какое-то любимое видео, у меня этого нет. Дальше. YouTube-блогер, который, на твой взгляд, заслуживает больше подписчиков и просмотров, чем он уже имеет? Я считаю, что каждый заслуживает то, что он имеет. Если у него недостаточно подписчиков, значит... Ну, это только лично мое мнение правильно будет, потому что, наверное, все базируется на мнении подписчиков. То есть, как я уже говорила, когда начинала канал, меня смотрят те, кому я буду импонировать. То есть, если я к кому-то подхожу по характеру, по моим рассуждениям, по всему, и если кто-то люди со мной соглашаются, да, то они будут меня смотреть. Если же меня полностью не воспринимает кто-то, то вряд ли меня будут смотреть, или если я кого-то раздражаю. Я не солнце, я всех не обогрею. То есть, так же это относится и к другим блогерам. То есть, кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Это чисто личный вкус и личный характер. Я смотрю различных блогеров, и я считаю, что они имеют столько подписчиков, сколько у них есть. Вот и все. И я имею столько, сколько у меня есть. То есть, я не считаю, что кто-то имеет меньше, кто-то больше. Каждому свое, в зависимости от того, сколько человек крутится на YouTube, наверное. Дальше. Самый неловкий момент во время съемки видео. Мне упала камера на голову. Я поставила ее на треногу, потому что я еще недавно снимаю видео. А я где-то присела, и все остальное на меня тюкнуло по голове. Наверное, таких неловких моментов у меня было совсем немного, потому что я совершенно молодой ютубер. Не в плане возраста, а в плане присутствия на YouTube. Вот. Но таких, чтобы совсем неловких моментов у меня не было. Наверное, самый неловкий... Я не знаю, можно ли назвать это неловким моментом или смешным моментом. Это храп моего Саньки, храп моей собачки, которая есть у меня. И я думаю, что у меня поступали запросы снять видео про Саньку. Я пока нахожусь в состоянии того, где я просто собираю идеи, как снять это видео так, чтобы это было и интересно, и смешно. Потому что Санька достаточно забавная собаченца. Мы его все очень-очень сильно любим. Но про него и как он у нас появился, и там с этим тоже связаны истории. Я же говорю, у меня ничего нормального в этой жизни не происходит. У меня во всем происходит такая какая-то эпопея. Санька у меня тоже связана определенная эпопея. И поэтому я об этом расскажу. Просто я думаю, как бы так и поинтереснее видео это снять про Санюльку моего. Он сейчас на первом этаже. Мама готовит... Слышите, картошку делает пюре. Я уже показывала, что мы делаем картошку пюре миксером. Вот она там миксером мешает. Он, наверное, возле нее сидит, думает, я лучше оттуда не уйду. А вдруг я что-то важное в еде пропущу. Эту лучше контролировать с миксером. Глаз да глаз. Хорошо, глаза большие. За всем можно наблюдать. Ладно. Дальше. Сколько времени занимает подготовка к видео? Нисколько. Я уже ответила на этот вопрос. То есть я вот как прихожу, как села, так и снимаю. У меня не занимает время подготовка к видео. Как есть, так и есть. То есть я могу вытащить телефон или там камеру и сразу же что-то снять. Вот как мы с Оксаной недавно ездили на фотосъемку. И, собственно говоря, вот с этой бешеной собакой. И мы не готовились к этому видео. Там, понимаете, просто может быть не всем будет смешно, когда слушают мою историю. В плане того, что никто не видел, как я летела. Вопрос, наверное, был в том, как я летела. Вообще в целом там вообще забурилась конкретно. Там еще дорога была с камнями каменная. То есть, ну такая вот проселочная дорога, да. То есть я там летела, свистела и радовалась, короче. Там вот в чем прикол-то был. Но это надо было видеть. В общем, жалко вот этого, наверное, неловкого момента. Мы не засняли. Но я думаю, что это было бы просто всем смешно. Это в натуре, как я летела. Это вообще взрослая тетка, да. Поехала. Ну и, короче. А еще говорят, 40 лет, говорит, жизнь заканчивается. Какой заканчивается? Вы посмотрите на меня. Мне 42 года, вон, какие чудеса вытворяю на виражах. Вы что, вообще, у меня столько всего происходит. Какая жизнь заканчивается? Что вы говорите? У меня такое начинается. Вот, дальше. Во время съемки на тебе обычные уличные брюки, юбка или домашние треники пижама. Так, во время видео, сейчас, не буду врать, на мне находится пижама от Томми Хельфигера. Это не пижама, потому что я еще не переодевалась с того момента, как я бегала и все остальное. Это просто обычная блузочка на мне одета. Летняя. Но на внизу у меня такая голубенькая синенькая пижамка одета. Вот, пожалуйста. От Томми Хельфигера. Я очень сильно люблю его пижамы. Пускай никто не думает, что я тут кичусь с какими-то брендами или еще что-то в этом роде. Томми Хельфигер более чем доступный продукт здесь. Пижамы здесь от Томми я покупаю за долларов 20, наверное. Это больше, чем доступно. Поэтому и они очень-очень мягкие, они практически не ощущаются на теле. Поэтому у меня целая коллекция пижам от Томми. Я с удовольствием их ношу. И, наверное, потому что они не ощущаются на теле, я всегда в этих пижамах нахожусь в доме. Очень редко на мне могут быть одеты джинсы. Или на мне могут быть одеты еще более часто штаны. Тренировочные штаны для занятия спортом. Есть у нас такая фирма, называется Lululemon. То есть я либо от нее ношу штаны, либо от Nike какие-то такие спортивные штанишки короткие. То есть вот что-то в этом роде на мне снизу одето. Так вот сверху я не считаю, что это прилично показываться все-таки в пижаме другим людям. Мне кажется, что это чисто личное. То есть если вот я расслабляюсь, я, допустим, хожу с вот такой вот головой, или, допустим, там спала целую ночь на подушке на своем лице, собственно говоря, это только вот для меня. Хотя мой супруг, он очень правильно вытренирован канадскими женщинами. И в этом я должна отдать ему должное. Например, когда я встаю с утра и говорю, что, боже мой, я выгляжу помятая вся, да, вот такая вот и все остальное. Потому что, ну, не все мы просыпаемся красавицами. Я совершенно реалистично к этому отношусь. Он смотрит на меня и говорит, ты самая красивая в мире. Все, вот это вот, говорит, я этого всего не вижу, ты, говорит, самая красивая и все остальное. Поэтому тебе там ничего, я говорю, ему как-то заикнула, что мне нужно вес потерять. Он мне то же самое спросил, какой вес, о чем ты говоришь. Никакого веса нет, у тебя все в порядке, все на местах. То есть никаких, никаких излишек, то есть ничего такого. То есть были у меня, допустим, негативные комментарии по поводу моей внешности у бывшего мужа. Я ему как-то передала это, он сказал, что он, наверное, был слепой. То есть вот человека натренировали так, что вот он умеет хорошо ответить. Ну так, это все, что нам надо, девочки. С утра встаешь и все, красавица, независимо от того, спал ты ночью на подушке на своем лице или нет. Главное, что красавица. Дальше. Чем ты больше всего гордишься в жизни? Чем или кем? Это надо было видеть, народ. Тут, короче, когда я задала вопрос. Из-за угла выпрыгивает моя мама и так вот себя в грудь тыкает. Мной, мной гордишься. Нет, вообще, это кошмар. Я в этом доме не могу снять видео, нет? Кошмар? Это не кошмар. Я в этом доме не могу снять видео. Это реальность, да? Это жестокая реальность. Жестокая реальность. Сын у меня, наверное, самое удачное моё. Вот что я сделала в этой жизни? Изобретение, да? Моё самое удачное изобретение – это мой сын. Это то, что мне удалось действительно очень хорошо сделать – это воспитать сына. И безусловно, не без помощи моей мамы, которая меня тоже очень сильно поддерживала в этом плане, я могу сказать, что ребенок получился просто замечательный. Это не потому, что хвалю, потому что мой, а потому что просто вижу качество человека, который в нем есть. Добрый, отзывчивый, хорошо готовит, хорошо готовит, увлекается приготовлением еды, воспитала его с понятием того, что женщину надо уважать. Я никогда не приму, наверное, если мне моя невестка придет и скажет, а ваш Алеша поступил так, так и так, я, наверное, у меня Алеша получит. Вот, не она. Я никогда в жизни не скажу, что вот у тебя вот жена такая, вот она пришла на тебя жаловаться и все остальное. Я никогда в жизни этого не сделала. Скажу, знаешь что, Алексей отошел в сторону и быстро поговорили по душам, потому что на тебя жалуется жена, на тебя жалуется мать твоих детей, и тем более мать твоих детей, это будет вообще, как я сказала, никаких разводов от тебя я слышать не хочу. И выбирай себе партнера сразу, хорошего, выбирай такого, что, такую женщину, которая может тебя поддержать, помочь, вот все остальное. То есть, чтобы она была рядом с тобой всю жизнь и ты будешь рядом с ней всю жизнь, потому что она может работать, она может не работать, могут быть дети и все остальное. Ты мужчина, ты обязан поддерживать, ты обязан во всем помогать. Если у нее маленькие дети, это не значит, что она сидит дома. Это значит, что если ты пришел домой, а у тебя дома грязно, и тебя это не устраивает, допустим, это значит, что дети все разбросали, времени сделать у нее не было, правильно? Значит, пришел, встал, приготовил, встал, убрал. Я не понимаю, в чем проблема. Руки есть у всех, правильно? Чьи маленькие дети-то? Чьи маленькие дети-то? Твои. Мама, твои маленькие дети, твои маленькие дети-то все разбросали. Вот бери руки в ноги и подбирай это все и все остальное. То есть, наверное, я горжусь своим сыном больше всего. Затем, конечно же, я горжусь собой Она потеряла, с кем она гордится У меня мама тут приколистка Она прикалывается Потом, наверное, я, конечно же, горжусь собой Потому что я прошла огонь Воды медные трупы Я потом вам расскажу историю своей жизни Это будет достаточно интересно Я всё это думаю, откладываю на зимние Как бы части такие, да, всё на зиму, на зиму Летом я в основном мотаюсь туда-сюда И вот мне как бы приятно выходить из дома Там всё остальное Пошариться в огороде, что-то подделать Да, всё остальное Мам, ты меня отвлекаешь Извините Ой, слушайте, мне нужно маму У меня сколько раз спрашивали видео про тебя И я хотела снять видео Но вот она у меня постоянно Она работает много Надо будет мне её как-то поймать, усадить У неё есть такие жизненные истории Она мне их когда рассказывала Ну, от некоторых можно плакать От некоторых можно От некоторых можно надорвать живот Но, честно говоря, некоторые истории Я бы хотела всё-таки увековечить В том плане, что их всё-таки стоит услышать Стоит послушать И стоит услышать наши истории Я извиняюсь, конечно, за длинное видео Я буду закругляться В общем, как-то вот таким образом Чем я горжусь? Алексеем, собой Естественно, своей семьёй Естественно, чем мной Я даже Санькой горжусь Вот так вот Так что я думаю, что это видео вам будет интересно Я надеюсь, что оно будет вам интересно Всем спасибо за внимание Всем, кому нравится, подписывайтесь на мой канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok